Употреблял сам и делал на продажу. Полицейские газовой столицы накрыли квартиру, оборудованную под нарколабораторию при помощи колб, весов, специальных измельчителей и познаний в химии. Молодой человек изготавливал наркотики. В общей массе полицейские изъяли более 200 граммов дури. Но и это не все. Что еще было в квартире и какой срок грозит наркоделеру, расскажет Мария Федорчук. Ай, молодец. Сообщение о том, что в Новом Уренгое действует нарколаборатория, поступила в отдел по контролю за оборотом наркотиков от бдительного горожанина. На место сразу выехали полицейские. В съемной двухкомнатной квартире они обнаружили то, что искали. Кухня уставлена колбами, химикатами, аппаратами для смешивания ингредиентов и нагревательными приборами. Все указывало на то, что здесь регулярно готовят. Вот только не обеды. А, это трава. Трава. Какая трава? Название травы есть. Марихуана видно. Понятно. А где вы ее взяли? Наверное, где-то... Была изучена его личность. Установлено, что данный молодой человек занимался довольно-таки успешно обучением в школьный период времени. Он обладал познаниями, необходимыми в химии, для того, чтобы понимать, как производятся наркотики. Он и сам потребителем наркотика является. Объясняет, что на рынке наркотики недостаточно чистые, если можно так говорить, ну, его словами. И он, обладая познаниями в химии, сначала начинал процесс по их очистке и с последующим выведением формулы этих наркотиков. В течение полугода бизнес успешно процветал. Химик был осторожен и старался не светиться. Продавал плоды своего труда бесконтактным путем. Делал закладки. Товар пользовался спросом. Покупателей становилось все больше. Но доверять им было нельзя. И на всякий случай в целях самообороны продавец приобрел оружие. Заказал огнестрельное оружие. Через сети интернета оплатил это все. И путем закладки приобрел на территории нашего города данные огнестрельные и гаицы оружия, которые также были изъяты. В настоящее время выясняется источник их происхождения. Изъятый сигнальный пистолет с глушителем, переделанный под стрельбу боевыми патронами, замаскированное под авторучку однозарядное огнестрельное оружие и шесть патронов калибра 9 мм. Вместе с оружием полицейские изъяли и наркотики. Пять свертков запрещенного вещества, которые химик собирался продать. Всего более 130 граммов синтетического наркотика и чуть больше 100 граммов растительного. В отношении подозреваемого следственным отделом ОМВД России по городу Новую Рингой возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, части 4 статьи 228 прим. 1 УК РФ покушение на незаконные производства, сбыт или пересылку наркотических средств. И части 4 статьи 222 УК РФ незаконные приобретения, хранение огнестрельного оружия. Подозреваемый вину признает в отношении него избрана меропресечения в виде заключения под стражу. Какое наказание предстоит неудавшемуся химику, решит суд. Санкция только по статье за производство избыт предполагает до 20 лет лишения свободы. А еще предприимчивому химику грозит наказание за приобретение огнестрела. Мария Федорчук, Владислав Еремин, служба новостей «Импульс».